Здравствуйте! Мы находимся на острове Мадене на берегу Атлантического океана. И я продолжаю отвечать на ваши вопросы задания на вебинаре. Вопрос о том, как работать со стихиями и зачем это нужно. Вопрос очень интересный, поскольку подобные практики имеются во всех традициях. И мы действительно можем привести немало примеров, как можно извлечь некоторые достижения из таких занятий. Но всегда мы должны прежде определить, зачем это нужно. Давайте рассмотрим разные уровни подобных практик. Если мы берем вопросы физического здоровья, то здесь хорошим примером может быть любая традиционная медицина, например, Аюрведа, которая, собственно, построена на балансировке стихии. И мы имеем три составляющих, три души. Вата-капфа-питта, воздух и вода-огонь, которые могут выходить из равновесия, тогда возникают некоторые заболевания. Но в тем диагностики, опять-таки, мы можем определить, чего не хватает такой стихии, и посредством изменения диеты или другими средствами можем восстановить баланс и таким образом прийти к здоровью. То есть здесь стихия воспринимается даже не как какой-то химический элемент или физический, а в более широком смысле она включает в себя комплекс некоторых качеств, которые охватывают как физический план, так и энергетический, и даже некоторые психологические планеты. Если мы возьмем другой уровень, уровень развития, трансформации, мы можем обратиться, допустим, к тантрическим практикам, где очень много практик очищения тоже используют различного рода стихий. Допустим, промывание при помощи воды интенсивной, та же пранаяма, где мы используем дыхание как источник энергии из воздуха, которую мы можем ассимилировать. То есть организм взаимодействует с различными стихиями, уже с целью скорее существенного видоизменения на уровне вибраций. Таким образом, стихия является проводником энергетики в данном случае. И речь не только о том, чтобы восстановить баланс внутренний, а в том, чтобы как раз изменить и качественно трансформировать собственную личность, с какими целями, это уже другой вопрос. Дальше, если мы возьмем, допустим, воздействие на окружающую среду, тоже хороший пример из китайского фуншоя, где, собственно, мы можем видеть, каким образом, используя различные технологии изменения окружающей среды, мы можем изменить собственное состояние и даже собственную сумму. Всевозможные разрешивания колокольчиков, установка аквариумов или свечки. То есть использование пяти стихий в данном случае, это воздух, вода, огонь, металл и дерево, мы можем, опять-таки, используя уже метод резонанса, воздействовать на себя, путем, подстройки окружающей среды под нужные нам цели и задачи. Соответственно, допустим, не хватает нам вдохновения, да, нужно усилить элемент огня, и мы добавляем, допустим, еще камин, где-то в углу, который будет, собственно, нам давать тепло, и не будет, а не тепло с точки зрения. Предполагается, что работать в таком кабинете будет лучше. И так далее. Есть еще один очень интересный пласт. Это эгреголы, то есть там, где мы работаем со стихиями, уже не в индивидуальном плане, а с целыми огромными коллективами. Допустим, в период дождей буддийские монахи устраивают трехмесячный медитативный ретрит. То есть вот есть такая стихия водная, или есть целый большой социум, который делает одну и ту же деятельность, медитирует именно тогда, когда эта стихия накатывает. Или индийские паломничества в Гималайо. То есть считается, что каждый индийский должен совершить паломничество на эти святые земли, и таким образом у него есть шанс преобразиться путем уже одного посещения этого горного массива, то есть стихия земли. Поэтому миллионы 200 паломников каждый год совершают путешествия в Гималайо с целью, опять-таки, трансформации. И не только личные, на этом держится целая ремьер, практически. Здесь можно приводить еще достаточно много примеров. Мы разобрали уже четыре уровня, и я думаю, что, в принципе, этого достаточно, чтобы понять, как это работает. А вот что касается уже духовной практики, то здесь стоит только отметить, что любые работы со стихиями – это подготовительная работа, которая готовит тело, энергетику, сознание, но она ни в коем случае не решает вопрос духовного, духовные, то есть единия с Богом. Это все уже выходит за рамки. Это последствия работы, поэтому сейчас мы будем о том говорить. Следующий вебинар, как всегда, повторен 21 час по Москве. Мы продолжим этот разговор, вебинар, как всегда, мы продолжим этот разговор. 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 Продолжение следует...